Максим, что у вас есть? Спасибо большое. Пожалуйста. Давайте начнем, когда кто-то с опозданием будет приходить, кто будет регистрироваться. Начну с специальной части, сочетая информация. Такое представлюсь, заместитель начальника управления строительного комплекса Сидоркин Максим Ильич. Сегодня также присутствует начальник территориального управления Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Грозунова Екатерина Викторовна и секретарь Савина Минина Федорова. В соответствии с постановлением главы городского округа Балашиха номер 29 ПГ от 1 ноября 2019 проводится публичное слушание. В соответствии с Городостроительным кодексом Российской Федерации на основании решения Городостроительного совета Московской области от 15 октября 2019 номер 39 поручение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 25 октября 2019 номер 28 из 311 80-06-01 руководствуясь положением организации проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Балашиха Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Балашиха от 20.06.2018 номер 0457 постановляю провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Балашиха Московской области. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по организации проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности в городском округе Балашиха. Предоставление предложений и замечаний к участникам публичных слушаний осуществляется по 29.11.2019, то есть по сегодняшний день. Сегодня последний день проведения публичных слушаний. Предложения можно направлять, сейчас перечислю, какими способами. В письменной форме при личном обращении в комиссию или посредством почтового отправления в адрес комиссии по адресу Московской области, город Балаших, улица Советская, дом 4, МФЦ городского округа Балашиха. Посредством государственной информационной системы Московской области и портал государственных и муниципальных услуг Московской области в электронном виде услуга называется «Учет предложений и замечаний в протоколе публичных слушаний». Посредством официального сайта органов местного самоуправления городского округа Балашиха в электронном виде электронный сервис называется «Вопрос-ответ». В письменной или устной форме в ходе проведения собраний или собраний участников публичных слушаний, посредством записи в книге, журнале учета, посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаний. Экспозиция проекта «Изменив генеральный план» у нас проходила две недели до начала публичных слушаний. Определить место, дату и время проведения публичных слушаний в соответствии с графиком проведения публичных слушаний прилагается к данному постановлению. Управление делами администрации городского округа Балашиха обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления. Данное постановление было размещено в газете «Факт», кому необходимо, скажем, номер и дату публикации газеты, а также в разделе «Документы» на сайте администрации. Контроль за выполнением настоящего постановления возложит на заместителя главы администрации городского округа Балашиха Лукичева Сергея Игоревича. Передам сейчас слово начальника фильтрового направления Комархитектуры, зачитаем основные изменения, а дальше перейдем тогда к обсуждению предложения и заключения. Новый день. В 2017 году у нас был утвержден генеральный план городского округа Балашиха. За прошедшие два года у нас прошли некоторые изменения, в связи с этим вызвана корректировка. Мы актуализировали генеральный план. В основном актуализация коснулась текстовой части генерального плана, а именно реализации генерального плана. Оттуда были убраны, исключены объекты социального назначения. Это детские сады и школы, исключенные для того, что они были введены в эксплуатацию. Это детские сады в микрайоне 1, микрайоне авиаторов, микрайоне Северная Кучина, микрайоне Ольгина. Это общеводовательные школы, микрайоне 1 мая, микрайоне авиаторов по улице 6, микрайоне Центра 2, по улице 1, пристройка по улице Падаховского и школы улицы Лукино. Это объекты физической культуры и спорта, фок по улице Заречный, фок в микрайоне Держинского. Был исключен объект детско-дошкольная организация на 150 мест в микрайоне Салтыковка. Это пристройка к детскому саду Кораблику 14-й школы. Места не хватило земельного участка для обещания в микрайоне Держинского сада. Также были исключены объекты из-за отсутствия территории. Это пристройка к гимназии номер 1 по улице Нового микрайонного дорожника, пристройка к школе по улице Колхозной и школа по улице Коперативной. Также у нас попала пристройка к школе номер 3 по улице Крупской в зону Котемни, в связи с чем размещение данного объекта не представляется возможным. И в связи с отменой проекта планировки по улице Советской исключена школа на 425 мест. Были исключены объекты здравоохранения, которые введены в эксплуатацию. Это поликлиники в микрайоне Авиакторах в микрайоне Гагарина, ФАП в деревне Собориха, поликлиники в микрайоне Центральный, в микрайоне 1, офис врача общей практики в районе улицы Саевск-Клинина-Олене, офис врача общей практики по улице 6, поликлиники в микрайоне Павлова 2. И у нас появились объекты, которые были запланированы госпрограммами. Это детское дошкольное учреждение, детский сад по улице Заречный и в микрайоне Гагарина, школа в микрайоне 28, школа в микрайоне Северная Украина, школа в ЖК Зумовной, школа по улице Твардорского и школа рядом с существующей школой номер 6. Также у нас появились объекты, которые запланированы по нормативам. Это детские сады, источник на месте мест, детский сад номер 31, в микрайоне Рогина, детский сад в микрайоне Павлова, пристройка к детскому саду в ЖК Варине, пристройка к детскому саду 22 по улице Баяльного, дом 22, пристройка к детскому саду номер 26 по улице Заречная, пристройка к детскому саду номер 45 в микрайоне Авиаторов и детский сад на Новском шоссе. Появились также школы по нормативу. Это школа в микрорайоне 22А, школа в микрорайоне Ольгина, школа в квартале столичный и пристройка школы номер 8 в микрорайоне авиаторов. И запланированы объекты здравоохранения по нормативу, это поликлиника в микрорайоне Лукино-Б и больничный стационар на 1800 в микрорайоне Ольгина. На графической части у нас исключили три участка из территории особоохранения в районном парке Лосиного острова в связи с решением суда. Уточнены границы лесного фонда на основании новых данных по ГВУ Росфорума. У нас появился утвержденный тайм планировки квартала следователей, который был утвержден, но не был на графической части указан. Также, конечно, поясню, что у нас на генеральном плане показаны дороги федерального и регионального значения. И также к нам уже поступило обращение в связи с тем, что у нас, особенно, что касается вашего района, были некорректно названы улицы. Это все принято и будет направлено разработчику генерального плана в ГВУ Росфоруме. Не сказали, на сколько поступило замечание уже предложение. Вчера 255 было начинено. Более 300 поступило предложение, вот на текущий момент. Вкратце сказать, у нас в 2017 году был принят генеральный план Советового депутата городского округа Блашиха. Летом проводились личные слушания, в том числе его здесь встречались. Сейчас выносятся изменения, допустим, изменения в генеральном плане. Я предлагаю тогда перейти к обсуждениям, предложениям. Просьба вы доставать. Вы, пожалуйста, о фамилии мёрчества говорите, потому что все будем наносить в протокол. Да, пожалуйста. Птицын Вадим Николаевич. Значит, вопрос по организации слушаний. Значит, я сейчас вот зашел даже на сайт Балаших в документы и в поисках набрал слушаний генплана. Это август 2017 года. Почему нет никакой информации по слушаниям в 2019 году? Или, может быть, я что-то не так сделал? Нет, я сказал, на сайте администрации я просто сам заходил, даже смотрел в самом начале. Я не думаю, что сейчас это удалил. Да, каждый день периодически заходят. Я вам покажу, может, я ошибся, да. Мы покажем, да. Может быть, вы в тот раздел заходили, да. На сайте все это размещено. Можно мне? Да, пожалуйста. Я не могу сказать. Речкова Маргаренко Ивановна. Речкова Маргаренко. Скажите мне, пожалуйста, вот генеральный план обсуждается и был утвержден в 2017 году. Было ли в этом генеральном плане предусмотрено строительство магазина «Докатлон», который прилегает к шоссе энтузиастов? Это раз. Второе, года 3-4 тому назад Жирков говорил, что высотное строительство зданий не разрешается. А там же, напротив строящегося «Докатлона» строится 2 или 3 25-этажных дома. Было ли это в проекте? К этим домам нет парковки. Дальше к магазину «Докатлон» непонятно как подъедут. И в результате получается, что в проекте было расширение после строительства эстакады Солдыговской, расширение разинской линии, чтобы пропустить транспорт до шоссе-энтузиастов. Но там получается такая узкая горлышко... Ну, чтобы подключать, а то сейчас забуду. Нет, это все одно и то же. Узкая горлышко получается между строящимся магазином «Докатлоном» и вот этими высотными зданиями. Значит, транспорт, который пойдет, он будет там стоять в пробке, и все машины будут объезжать. По нашим улицам пойдет вот этот транзитный транспорт. Наши улицы сейчас загружены до нельзя. Если еще вольется такой поток, то мы просто пропали. Я хочу узнать, кто это запланировал. Давайте начнем с квартирных домов. Проект планировки территорий у улицы Первомайска, Истахево, 28, у нас называется, микрорайон 28. Он в 2010 году еще, проект планировки территорий, микрорайон утвержден. Они находятся в курсе, если вот по ПЗЗ смотреть. На генеральном плане это отмечена зона, уже один, многоэтажная жилая застройка. По поводу строительства. Это не сейчас решение, если бы не принято. Вы хотите сказать, что там было запланировано? Да, да. В 2010 году. Хотелось бы все отрезать на того человека, кто это запланировал. Ну, само дело. В 2010 году еще проект подтвержден. По поводу магазинов Декатлон и других каких-либо магазинов, они в генеральном плане не отображаются. Отображаются их функциональные зоны. У нас там функциональная зона какая? У1? Ж1 тоже, да? Где Декатлон? У1, общественно-деловая зона. Она как это была зона, она так и сохраняется. Земельный участок сейчас, ну вот если про возникновение права я вам сейчас не скажу, то у нас надо в комитете управления лучше узнать, в аренде он находится или в собственности, не подскажу. Ну, это тоже, ну, давно там есть право, обладатель этого земельного участка. По поводу расширения и сужения. У нас предусмотрено расширение Илёновского, Илёновского, Райзенского шоссе. Вот сейчас Путепровод, рабочее движение отпустили. Ближе к весне они все доделают, это, потому что у них период не проводится. Предусмотрено расширение, и в генеральном плане его видно, расширение Райзенского шоссе. Также мы сейчас активно прорабатываем с балансодержателем М7, шоссе-энтузиастов, чтобы перед Декатлоном тоже организовать съезд и выезд, то есть чтобы можно было ездить по прямому, на дублер выезжать. Не совсем понятно, как там это можно сделать. Там есть свободная территория. Вы, вот, скажите, я понимаю... Смотрите, у Декатлона потом парковочных мест, я просто знаю, видел проект. У них первый этаж, он не торговой площади, а у них первый этаж, получается, он в парковке будет. Ну, вот, скажите, пожалуйста, вы мне ответили как чиновник, спасибо вам. А по-человечески, как вы вот так на это смотрите, как архитектор? На самом деле, что же это такое? Ну, это горлышко, и вот это сужение. Я вот пять лет работаю в этом трассе. Для чего его создали? И все пять лет там всегда пробка в часы пик. Была, а сейчас еще ухудшается положение. Для чего это? Смотрите, а здесь тоже такой комплексный подход должен быть. Я считаю, что там не совсем правильно еще и светофорный объект просто настроить. Очень мало времени дается на вылез. Но это другой вопрос. Зачем ухудшается еще и так, там будет нечто узкое. То есть расширение Леонского шоссе, это для вас ухудшение? Строительство Декатлона. Я вам объясню. Правообладатели реализовывали свои законные права. Это изначально участок был, у него, не знаю, в каком направлении, собственности. И никто не может просто сказать, что нельзя здесь строить и все. Этот участок изначально предусмотрен был под строительство таких площадей. В 2010 году служили всегда сквер. Да, служили сквер. А я вам скажу. Просто если мы смотрим на определенные территории, мы видим, что они не дорожены, не осваиваются. Нам кажется, что это там сквер, либо просто какие-то дорожки и прочее. А по факту земельные участки у нас откредострированы, там по 10, по 15 лет. У них есть у всех собственники, они платят налоги. Поэтому, ну, с какой стороны посмотреть? Разрешите, вот я здесь вам скажу, что есть... Вы представьтесь, пожалуйста. Орвин Илья Владимирович, меня зовут. Есть статья, сейчас я вам скажу, статья 284 Гражданского кодекса и 285 Гражданского кодекса. Изъятие земельных участок используются нарушением законодательства Российской Федерации. Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование участка существует, с нарушением требований законодательства. Если участок используется не по целевому назначению. Вот, кстати, я хочу сделать акцент на нашем участке, который под территорией бывшей школы номер 19. Это мы сейчас не совсем, как бы, генерального плана. Это как-то не генерального плана. Это генеральный план по Никольскому как раз. Вот это одно из замечаний, я не буду сейчас отчитывать. Нет, вот все статьи, которые вы зачитали, в принципе, они Гражданского кодекса. А какая... и что? А скажите предложение по праву. Предложение то, что вот эти земли, если мы сейчас начали говорить об обдикатлоне, его администрация, поскольку земельный участок не использовался по целевому назначению, он должен был его отсудить, изъять. То же самое у нас... Вы правильно нужно было делать? Вы сейчас можете сделать. А сейчас он осваивается. Но если вы не хотите... Хорошо, нет, нет, хорошо. У вас есть предложение, мы его замесим. Мы его предложили. Давайте с иском в суд об изъятии. И это тоже, да, об изъятии. И мало того, что с иском в суд об изъятии территории бывшей школы номер 19, вот там я подал и через МФЦ сейчас, там все кадастровые номера указаны. До сих пор, до сих пор, собственно... Где пятая линия? Да, где пятая линия. До сих пор мы сейчас можем пойти и посмотреть, что он не используется по назначению, по целевому. Более того, как администрация установила у чужого человека спортивную площадку... Мы записали ваше предложение. Да, вот это... То есть его нужно выйти в суд, изъятие сделать для жителей, ну там, не знаю, сквер, детский сад, школу, там... Если касается генерального плана, тогда у вас, соответственно, должно быть предложение, допустим, перевести эту зону в рекреационную, R1. Вы сначала извините. Да. Мы сейчас рассматривали не о том, когда мы сейчас искомерсуем об изъятии, а говорим про генеральный план. Вы понимаете... Соответственно, если переноситься к нашему генеральному плану, то у вас предложение должно быть по функциональным зонам. Совершенно верно. Я прошу прощения, с кем я имею честь общаться? Заместитель начальника управления строительного комплекса, Торгий Максимович. Очень приятно. Изначально, как бы, администрация... Вот у нас генеральные планы такие, потом они у нас вдруг там вырастают, точные застройки и все остальное. Вот комиссия должна там на протяжении, не знаю, каких лет, там, Жиркова была, Самоделов, Терюшков и так далее. Вот вы сейчас конкретно, вот я сейчас при всех говорю, вот выходите с иском в суд, там, завтра, послезавтра, и делайте из нее, это уже на ваше усмотрение. Я написал заявление. Хотите школу, хотите Р-1, хотите Р-5, хотите что угодно. Это уже, как бы, это уже потом. Парк? Парк. Но если парк, то это зона Р-1, рекреционная. Это уже потом, вот жители соберутся и скажут, вот хотим мы там школу или хотим детский сад. Да, хорошо, понятно. Вот, то есть это уже дальнейшее развитие изначально. Вы нам заявление же уже передали. Передали, да. Мы его передадим коллегам из комитета по управлению имуществом. Там уже, наверное, вот. Вот, и я тогда это самое, вот, там предложений много, я вот, сейчас у меня родилась такая идея, не знаю, жители поддержат или нет. Раз сейчас у нас запустили эстакады, все уже, которые можно, Салтыковке, Никольском, Брютово. Предложение такое, давайте вот нам сколько говорили, что потерпите, потерпите, вот мы потерпели. Давайте мы закроем малыми архитектурными формами, формами въезда и выезда из жилой зоны Никольского и Салтыковки. Да, там, все, что, вот, вот, все, у нас есть разница. Но смотрите, опять, вопрос тоже не совсем к генералу, вам нужно управить транспортную дорогу связи. Нет, мы сейчас обсуждаем генеральный план, давайте вот внесите, значит малоархитектурные. На генеральном плане никакие малоархитектурные формы не смогли быть. Так что, ты? А, хорошо, тогда у вас предложение отобразить в генеральном плане малоархитектурные формы. Что, ну, там, как вы, я не знаю, как это, обозначить. Да, и закрыть транзит через... Ну, это уже, как бы... Все улицы закрыты? Да. Но вы понимаете, что их нужно садиться, улиц много, и конкретно со специалистами с дорожниками разбирать эту ситуацию? Слушайте, а у нас зачем... Уже 5-20 лет уже. У нас администрация зачем нужна? У нас сегодня не обсуждение всех вопросов администрации, а обсуждение генерального плана. Ваш... Мы это слышим. Все, спасибо. А мы поможем вашей администрации это сделать. Спасибо. Спасибо. А то вам все кажется, а делайте начать. Нет, нам ничего не кажется. Просто не к тому, что мы обсуждали здесь сегодня генеральный план, а не схему организации дорожного движения. А не только... Все взаимосвязано, все взаимосвязано. Схемы организации дорожного движения здесь нет. Все. Где какие знаки, где кирпичи, где перекрытие... Не передергивайте. Вы сделали вместо одной категории другой, это не взаимосвязано. А это значит, что... Вы прослушали. У нас разработчиком генерального плана... Кто? Вот вы знаете, я смотрел генеральный план, это не то, что... Это называется не би градостроительство, а заказчиком этим работ выступает комитет по архитектуре и градостроительству. Поэтому вы когда говорите, вы, это не я рисовал эти дороги. Но вот вы заявили, что дороги здесь на вот схеме транспортного развития нарисованы областные и региональные. А вот поэтому мы собрались с местного существующего, в информационных целях. Вот и будущее. Это генеральный план, ну кому вы думаете? Хорошо, мы записали. Давайте не дискутируйте, людей много, чтобы все задрисовались. Можно еще дополнение? Да, конечно. Значит, скажите, пожалуйста, это по адресу я буду обращаться. Вот живу на седьмой нижней линии, там идет большой поток транспорта. И вдруг вдоль небольшой организации, где возможно складские помещения, есть кусочек земли, где мы пытались сделать, ну типа парковую такую небольшую зону. Но ничего не получилось. Можно ли это заложить в ваш план, вот такой, чтобы хотя бы можно было куда-то выйти, на этом маленьком кусочке земли сделать парковую зону? Ну правильно, да, Р1 или Р5? Конкретный адрес, скажите. Улица седьмая нижняя линия, напротив какого? Ну дома какого-то. Дома 4-5, по-моему, они там, да? Рядом с домом 4. А там больше? Большая? Она не очень большая. Ну, не огромная, больше. Она уже даже откудастрирована и продана, как вы говорите. Но мы продавцы все равно, не сидим. Вы записали как-то. Ну мы просим хотя бы маленькую зону сделать. То же самое касается Никольского леса, это который вот, где пятая линия проходит. И где сейчас трассу там вот проложили. Вот там тоже еще остались места, которые тоже надо было бы изъять. Ну не знаю, не изъять, это же Ногинское лесничество. Ногинское лесничество отдало вот эту вот зону в аренду на 50 лет, там, я не знаю, насколько, дорожникам. И они сделали трассу, проложили там. А у вас какое предложение? У нас просто в генеральном плане, это как был лес, он так и остается. Это там зеленый лед. Да, да, он у нас как был лес, так и остается. Она в промышленную зону ни в какую не превращается. Он зеленый. Ну хорошо, да. Да, давайте дальше. Могу я? Да, конечно. Ну, это Стаслав Олегович, 10-я линия, дом 2. У меня вот такой вопрос. В генплане есть упоминание о нескольких линейных объектах местного значения. Мы не можем понять, где они находятся. В частности, запланировано новое строительство дороги на краю Низдержинского в 1935 году. Где она будет? Я так предполагаю, что ваше обращение у нас уже имеется. Есть, да. А я вам показала, что это будет все передано проектировщикам. Нет, ну а так вот, это же представитель администрации местной дороги. Он же должен знать, где это. Ну, их очень просто много. Она одна. Метро-район Держинский. Линейный объект. Улица в жилой застройке. Метро-район Держинский. Новое строительство. Город Балашиха. 35-й год. Зона Ж1. 24-я страница дома, по-моему, 1-го. Нет, а как? Можно подать какое-то предложение, если мы даже не знаем, где она? Ну, на схеме оно не отображено. Ну, вот не отображено. Вот как вот я, допустим, могу подать предложение, отменить ее или не отменить, и другие жители, если мы даже не знаем, где она находится? Ну, а потому что ее не проектировали, не докладывали. А зачем ее написать? Ну, вы же обратились, мы вам дадим ответ, откуда она появилась, потому что, ну, любая дорога, она предусмотрена каким-то документом. Соответственно, если что-то написано в текстовой части, значит, это... Хорошо, а как я могу подать в отношении нее сейчас предложение? Ведь вы ей когда дадите ответ, уже в слушании пройдут. Нет, я... Нелюш, это не смешно? Правильно. Может, я снимаю, вы кричат от вас. Да. Вот я хотел, я даже не знаю, как вы, затрагивает она мои права или не затрагивает. Вот я гадал, где она может проходить. Я не могу понять. А как она называется еще раз? Линейный объект, улица в жилой застройке. Нет, не понимаю. Вот, линейный объект, улица в жилой застройке, Микрайон-Дзержинского, новое строительство. Ладно. Да, с проектировщиками поговорим, потому что... Ну, это надо проектировщиков сюда, чтобы они и нам... Да, мы бы с удовольствием, только они не приезжали. Не, вообще-то все безобразие. Улица Задвоение, никто... Хорошо, второй вопрос. Это не то, что двое. Мы точно так же технически выявляем. Вот реконструкция будет. Линейный объект... Можно еще раз потом слушать и проводить по вновь и утвержден... Линейный объект... Вот улица вблизи застройки СНТ-Полянка. Где она тоже? Будет реконструкция. Вот какая? Я могу предполагать, что это улица Безымянная, которую в этом году сделали. Ну, там у них одна улица-то у Полянки. Здрасте. Там две. Ну, реконструкция улицы вблизи СНТ-Полянка. Какая это улица? Безымянная, другая, девятая линия проходит. Хорошо, допустим, если это реконструкция... Ее в этом году уже реконструкцию фактически произвели. А у вас она запланирована на 22-м году. Если вы тротуар собираетесь в 22-м... Да, я читаю таблицу. ...которая сейчас была, или которая была утверждена в СНС? Нет, которая сейчас проехала. Вот, у меня все поменьше. Таблицу я распечатал. Ну, вот, вообще, потому что мы запрещали. Ну, остались вещей. Допустим, вот, на школьное образовательное учреждение тоже в СНТ-Полянке. Это фактическая ошибка, это Полянка. Что это у меня пояснило? Да, это у нас. Жилой групп, допустим. 9-й линии, дом 2. Что у нас отмечено? Там зона написала. Я хочу получить ответ. Ну, да, да, давайте обсудим то, что нам сейчас ответим. Понимаете, таких объектов у нас очень много. У нас в СНТ-Полянку ответили. Дальше давайте. Вот, допустим, у нас есть дома на 1-й линии многоквартирной, на 9-й линии дом 20. Там запланировано... О-1. О-1. Там уже люди построили частные дома. Я знаю, они выделились где-то, да? Где-то собираются. А что там по факту-то будет? Если там будет О-1. По факту, вы говорите о том, что у нас индивидуальные жилые дома, зона О-1. Да. Вот, допустим, на 1-й линии у вас там... Дом 46. Я кражу на 1-й линии. А представьтесь, пожалуйста. Первая линия 50-та, Мирошемченко, Наталья Великимовна. Там у нас есть дом 46, 52-го года постройки, барачный, деревянный, весь покосился. Не сегодня, завтра рухнет. Никаких коммуникаций у них нет, кроме света и газа. То есть люди в туалет ходят... Извините... Соседи, да, вопрос какой? Не знаю, куда. Можно на дом. Я тоже сосед. Да, и там этот дом давно можно сносить. Сейчас на генплане мы видим, что этого дома нет. И там вроде как будет МФЦ, против чего мы возражаем. Потому что там всего 10... А, кто он сказал, что МФЦ? Ну, О-1 там будет. Там МФЦ, там О-1. Нет, там не будет. У нас в зоне О-1 там многофункциональная зона общественно-деловой застройки. На участке 10 соток. Смотрите, давайте предложение. И рядом уже построен до минимумовых этапов. Там люди из этого дома, они сделали выдел этой земли и построили дома уже. И сейчас они вот у вас там будут регистрировать их. Сейчас вот решение... Смотрите, тогда давайте только как предложение я подытожил. Зону О-1, зону Ж-2. Как у всех. Мы такие предложения подали. Просто таких много. Скоричные критерии организации там общественно-деловой застройки. Там участок 10 соток. Подъездов, парковочных мест никаких. Это там улица местного значения. И рядом в 10 метрах находится газораспределительный узел. Мы записали предложение. Я хотела узнать, как вы выбрали строительные критерии устройства там общественной зоны. Ну, у нас зона О-1 может соседствовать с зоной Ж-2. Это не запрещено. В 10 сотках, да? Без организации подъездов. А там уже нужно смотреть в зависимости. То есть зона О-1, она предусматривает различные виды разрешенного использования. И под каждый вид разрешенного использования есть минимальные и максимальные размеры земельных участков. И нужно смотреть на этих 10 сотках, что возможно, допустим, разместить, если вы к этому граду стоите. А когда вас любят этого дома 46 барахта? Да, и тех, кто там построил. У нас домов более 270, очень много у нас. Некоторые дома там аварийными у нас признаны. Прорабатываем различные варианты. Ну, это просто можно отдельно посвятить тему. Много различных программ, муниципальные или какая-нибудь государственная программа войти по переселению. Вы не знаете, да? То есть у вас уже аварийным он не признан. Дома нет на вгенплане, но вы не знаете судьбу его. То есть как-то... У нас дома-то сами не отражаются. Так самый смысл в том, что вы запланировали там О-1, а там люди же построили новые дома крепкие. И таких мест много. Получается, что вы будете их сносить или выкупать, да? Изымать. Почему? Просто... А как бы там О-1 сделать? Как он там гостиницу что ли откроет? Или там автосервис? Нет, ну, ему нужно будет изменять потом эту зону, то есть следующие корректировки. Зон уже два. Так, а если у него там фактически был дом всю жизнь, а вы сейчас ему... Так, давай вам предложить. Значит, у вас доказали уже все эти предложения. Дал я уже. Я просто понять не могу, как так делать. Через одно место. Хорошо. У меня еще один вопрос. Значит, по реконструкции, если это, как называется, безымянный проезд, вот который я говорю, мы просьбу, вот как вы сейчас сделали, таких геометрических параметров, так его и оставить. Против какой-либо реконструкции улицы Безымянных. Исключить из генерального плана запись. Какой там номер? Скажите сразу, в 10-й разе. Вот здесь. Ну, сюда, конечно, я не знаю, вот на их таблице видно. Страница 22. Спасибо. И еще у меня один вопрос и предложение. Микро-район, заходная территория, микро-район Сдержинского. В действующем генплане утвержденном, там был разрыв около гаражей. Я хочу понять, это там где храм строится? Так, с другой стороны, там запланирован храм, дальше идет дорога. Потом идет парка. Дальше там, в 39-м или в 35-м, я сейчас не помню, планируются многоуровневые гаражи. К ним идет дорога. Сейчас она идет как? С одной стороны подходит к одному гаражу, с другой стороны. И вот там посередине разрыв, чтобы не было сквозного движения. В настоящем проекте предлагается соединить, убрать этот промежуток. То есть сделать так вот сквозное движение, чтобы они вот так вот по кругу ездили. Вот люди категорически против. Потому что будет не то, что высокая скорость, и там и ночью будут кататься. Они даже так подвигают. Да, и мы просим, либо исключить продление, даже лучше всего, вот так сформулируем, исключить продление десятой линии на запад. То есть если они хотят к своим гаражам побежать, пускай со своей стороны делали территорию. Вот этот один подъезд сделают, и там ездят. А выезд, заезд, будет осуществляться как? По этой дороге до улицы Балантина, и дальше, которую они сейчас делали, безымянную на транспортную, либо на 12-ю линию. Хорошо, записали. Вот, все. Там, в целом, по этой территории еще, ну вот храм сейчас строят, там же вся земля минобороны. Мы вот просто просим у них сейчас еще один участок, для того, чтобы детский сад можно было построить. Так, это я вам про развитие, вообще. Это где это? Ну, я не буду сейчас говорить конкретно. Вы подведели, какие выручки, там очень давно. Хотят, хотят. И парк, нет, там территория большая, там можно... Какая она большая? Вот между пятой и четвертой возьмите, не надо лес рубить. Там люди будут в шоке. Вот да, вот у нас в шоке. Во втором, там не минобороны земля, там земля Росгвардии. К этому вопрос можно вернуться, если она станет муниципальной. Ну вы так сделаете, сколько можно? Вы же написали заявление, вот когда комитет по управлению... Значит, вы никогда... А церковь, а там? Нет, мы не занимаемся здесь. А лес вырубить, значит, это замечательно. Что? А лес вырубить последний... Быстрее у вас в Гвардии попросить, да, вы наоборот, а мы туда ставим. А что вы делаете? У нас была новая роща. Куда вы хотите детский сад спикнуть? Нам не нужно там ни детского сада. Нам нужно больше никаких строительств, ни гаражей, ни детского сада. И так задохнуться можно. Хорошо. Мы когда утверждали проект планировки территории Западной Держинского, там все корректировки проведены. И последней была вот эта церковь... А в проекте они есть? Они есть, есть. Нет, вы говорите про проект планировки территории. Да, есть. И вашего детского сада, да, и вашего детского сада, нового, который вы хотите, его нету. Есть, конечно, место магазина, его там запланировали, но там дальше что-то должно быть. Это другой вопрос. Но это не та территория. Ну понятно, вы против детского сада. Я услышал. Не надо передергивать. Не надо передергивать. Вы против детского сада. Против детского сада в этой территории. Вот так, вот давайте так, да. Не надо передергивать, что мы тут фашисты собрались. Не, 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 не. Я не договорил. Вот как вы договаривали. Детский сад можно построить. Вот Илья Владимирович сказал, где у нас есть земля. Изъять ее, когда мы сна забора. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Мы сносим пояс на сети и строим детский сад. Мы начали говорить, вот если шоссе энтузиастов и шоссе Радинская. Там всегда жуткие пробки. Вот если из Москвы ехать, там надо часами стоять. Вы сказали, что как-то ситуация улучшится. Могли бы объяснить, как? Ситуация улучшится, когда получится съезд перед строящимся объектом, который под декатлон. Там вот идут совсем такие. Прямо сразу направо. Сразу направо на разин стоишься. И все машины, которые нужно на разин, по ним все смогут сразу струблера вот сюда раскатить. Согласна. Это очень будет хорошо. А которые отсюда едут? Они что, опять в страну эту узкую? А которые едут отсюда. Либо если ММ-7, да, Росавтодор, разрешит, потому что пока они не согласны, что на дублер должен быть и выезд, и въезд. Они пока говорят о том, что въезд должен быть, но выезд должен осуществляться по текущей схеме. Что еще даже нет? Нет, вопрос не решен. Ну, он вообще в стадии пока еще на проработке. И вопрос такой. Насчет метро. 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 Смотрите, вот в этом году разные вот такие транспортные, большие глобальные вопросы обсуждались. И строительство железнодорожной ветки, и линии рельсового транспорта, легкое метро. И в том числе и метро Московский. По московскому метро, ну, если бы оно и было, то оно бы у нас предусматривалось вдоль Щелковского шоссе, вот микрорайона, там, авиатор Гагарина. Ну, от него отказались, потому что это слишком дорогостоящий проект, и Москва не готова взять нагрузки такие на себя. Поэтому вот этот проект, ну, он не воплотился в жизнь, но зато в следующем году у нас, ну, опять же, не применяется к вашему микрорайону, но начнется проектирование железнодорожной ветки от станции Балашиха в микрорайон авиаторов. Нет, я имела в виду вот эти вот линии, которые вот уже две открыли, там, Путин, Собянин ездили, ласточки вот эти, и все время звучит Балашиха, Балашиха. Да, средства массовой информации. Я вчера только слышала, что легкое метро будет до Балашихи. Посмотрите, в проекте у нас легкое метро, оно есть, но оно есть у нас абсолютно по многим муниципалитетам. Это строительство предусматривается за инвестиционные деньги, не за бюджетные. То есть с привлечением инвесторов. Нет, это есть. В генплане они есть, они как раз, эта дорога идет у вас вот прям параллельно Леоновскому шоссе. В генеральном плане это предусмотрено. Я говорю, что пока еще к реализации к ее никто не приступал, и никто никаких проектных, предпроектных работ не выполнял. Ну вот наш микрорайон, там планируется какая-то станция рядом с нами, что там? Никольская. Ну, Палеоновскому шоссе он идет. Как у вас? Ну, совсем другой. Ой, Палеоновскому шоссе проходит. Ну, я читала, написано Никольская. Четверократный пункт, не наш? Вы про железную дорогу говорите? Ну, я не знаю, как это называется. Нет, просто вы говорите, у нас рельсовое транспортное, вот это легкое рельсовое метро, оно у нас, получается, пересекает перпендикулярно железнодорожным путям и автомобильным артериям всем большим. Понимаете, оно соединяет. А до вас сколько что будет ходить? Только электрические, как ходили обычные. Нет, у нас предусмотрено расширение железной дороги, еще строительство новых путей. Каких? Это железнодорожных. Железнодорожных, но это вот те железнодорожные сообщения, которые есть. Станция Салтыковка, станция Никольская. Еще два? Еще два? Я не говорил, что два. Только что сказали, еще два расширения. Расширение, вы только что сказали. Нет, я вам сказал, что у нас продляется железнодорожная ветка в микрорайон авиаторов, и вот Кольковское направление, в котором были сдорожены, станция Никольская, Салтыковка, там предусмотрено расширение. Мы уже расширили, уже четыре пути там сделали. Вот эти ласточки, которые через шеи, я не знаю, здесь нужно разговаривать, с РЖД, это их земельный участок, они сами по потребности свою рассчитывают, и сами пускают там электрички, все эти... Просто я в интернете видела, вот эти линии, у нас Восток, Запад, и прямо через всю Москву, и вот эти четыре станции. Вы до сих пор не поймете, вы про что говорите, какие станции? Диамена, 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 Железка, будет какое-то там вот легкое метро. Диамена, Диамена, Железка? Да. Нет, только что сегодня говорили в СМИ, что это будет от Москвы до Балаши. Диамена, Диамена, Диамена. Какое-то легкое метро. Это, смотрите, это и РЖД какие-то свои хитрые маршруты, хочется пустить. То есть вы садитесь на станцию Салтыковка или Никольская, а оно едет не на станцию Курскую, а дальше как-то через МЦК куда-то. Но это все будет по текущим железнодорожным веткам, да, и это в принципе не к нашему генеральному слову, а к их схеме. Как они пустят... Маме не отображалось. Нет, такое не отображают. Вы железнодорожные положили, что... Скажите, пожалуйста, а вот... Представьте, пожалуйста. Я представляю. Вот на железной дороге понятно, что это проектирует железнодорожная организация. А вот те мосты, по которым мы поднимаемся к электричке, это... Это тоже и все объекты, потому что... И объекты, или городские. Нет, 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 и подземные переходы, и надземные. Это полностью все объекты горжевые, потому что у них есть линии, их есть земельный участок. И все в полосе отвода своей, все строят, проектируют они. Потому что странно, если пусть... И обслуживают они. Да, хорошие электрички с, скажем, иблок, как они говорят. И мы будем потом лезть по этим мостам туда, к этим иблокам. Ну, это странно. Ну, так и будет. Так, предусмотрено. В ковке, подседки, переход сделать. Никольскому, по-моему, надо всеми, да? Ну, безобразные, которые не чистят никогда. Ну, я думаю, они просто до него не дошли, сделают. Да, можно садиться зимой на пятую точку и съезжать. Такие предложения еще. Да, пожалуйста. У нас пока не будет дурно, 8-26 минуты. Я хотела сказать по поводу точки наших, да, и боженец. Перестану на Вишневпорском, в Вишневпорском, в Вишневпорте, чтобы в первом плане обратили, как мы хотим. Заразли там пожарные участки, где машины. На две машины. Пожарники сами хотели. Пожарники встречались, нам сказали, что это возможно. Скажу, мы же с пожарными тоже самимодействуем. У нас вот сейчас на Советских полях одно пожарное депо. Депо, как называется, за счет застройщика, мы благоустраиваем участок. Ну, правда, застройщик благоустраивает. Если была муниципальная, то мы их делали. Мы благоустраиваем участок, заливаем плиту, на которой они возводят свое там легковозводимое модульное пожарное депо. Я просто про это место от них не слышал. И еще одно место мы с ними прорабатывали в микрорайоне авиаторов. А вот про это они ничего не говорили. Мы сами сказали про это место, просто хотим, чтобы это было еще отражено в Ден-Квардии. Да, но по нему такая инициатива должна исходить именно от пожаров. Потому что если вы понимаете, смогут ли они обеспечить людей. Они сказали нам, что они сказали. Потребность есть у нас, у нас деревянные дома. Нет, да это все понятно. Мы это предложение внесем, а чтобы оно появилось в жизни, инициатива должна от пожарных исходить. Есть еще предложение? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Пожалуйста, представьтесь еще раз. Да, именно. Просто? Хорошо. По всем линиям исчезают колодцы, колонки. Колонки, колонки. Колонки, это же тоже безопасность. У некоторых могут, не может быть воды, пожар, не дай бог. Колонки убирают, цели направлены. Не надо убрать. А кто убирают? Водоканал. Водоканал? Да. Ну потому что он их обслуживает, и они у него добавляются. Тогда пусть они добры предпримут какие-то шаги, как вращение к народу. Как лучше сохранить эти колонки, чтобы мы их могли так обвачивать, что-то. Но они должны быть. Нет, нет. Второй вопрос. У нас жилая зона, не польская, Салтыковка. Это поле, это лес, или это все-таки бывшие поселки. Почему на направлении движения машин не установлены знаки жилая зона? Почему? А как от генерального плана относится? А я вот и хочу через вас это добиться, потому что все отмениваются. Смотрите, тогда вы хотите, чтобы в генеральном плане были обозначены дорожные знаки. Конечно. Жилая зона, мы не можем добиться ни от кого. Вы, последняя инстанция, жилая зона, чтобы она была счастлива обозначена. И выстрелили посты милиции напротив моего дома, 140 километров. Врезался столб, авария, зафиксированная скорость. Соседку сбили, жива осталась. Кошка, собака, там вот четыре трупа, несутся. Вы понимаете, в каких условиях мы живем? А дети идут в школу. А в среди зиму я в магазины как проходит, это согляхает, как в шаху отлететь. Это вообще что происходит? Ну почему вы планируете, а даете куски, допустим, под строительство? Надо сначала подумать, как туда будут машины заезжать, как туда люди будут заезжать, а потом уже площадку отдавать под строительство. Сначала происходит сфоков, вот строительство, а потом мы, вот такие вот люди, должны за все это, вот такие дороги, движения на нас потом это отражается. Почему нельзя планировать сначала подъезд, а потом строительство? Если вам говорят сейчас, что там, горлышко, горлышко, весь поселок пронизан, скотчат и ездят, ну только вертолет не летают на пиде метро. У нас на Карасон на седьмой линии никто не летает. Обращаем... Породий нет и не будет. Позвольте, обращаем внимание, для всех, седьмая верхняя линия, седьмая верхняя линия, которая сама провела экспертизу дорог. Дорога, оказалось, не имеет значения в общественном пользовании. Это подтверждено. Я предлагаю всем поселкам из Салтыковка вместе объединяться, всем линиям добросовестно сами произвести экспертизу, испанация, экспорт, мы вам обладим телефоны. И выступить уже судебным и иском, где здесь, в Москве. Седьмая линия судилась, администрация не приходила на суды. Давайте к генералу к вам возвращаться. А что к генералу к вам? Вы понимаете, мы только здесь толчем. Коту, стул. Никаких движений. Мы нам говорили, что если вам все... Мы приглашали представителей управления транспортом, дорог и связи, но их нет сейчас. Они бы... Что сделать? Можно дорогу какую-то отобразить, чтобы заезжать тогда через этих бисезей. Чтобы прям на карте она выходила. Чтобы не через городок ездили, а там. Ну да, это вообще уж какой-то. Обратите внимание, центральная линия у нас, центральная правильная Лишневковская, она бездействует. Почему надо пронизывать все улицы? Почему не перенаправить потоки и поводить их на другие? Да я только за. Этот вопрос, давайте я вам подскажу. У нас есть комиссия в Украине транспорта, дорог и связи по безопасности дорожного движения. Вот на этой комиссии и принимаются. Где, какие у нас улицы? Одну старую. Где, как будет двигаться этот транспорт? Когда это будет вопрос решен? Вам нужно обратиться в эту комиссию. Обращайтесь в эту комиссию. Представляете, много лет обращайтесь. Ничего не решайте. Хорошо, применительно к генеральному плану тогда. Помимо того, что знаки отобразить. Представьте, вы строите. Как вы планируете? А как вы здесь жить? Предложите сейчас. Предложение какое у вас? Предложите вы нам, да, как избавиться от этой ситуации. Я повторюсь. Здесь коллеги из транспорт-дорог и связи должны сказать, они каком нет. Мы приглашали их, но они не присутствуют сроки. Пригласить их и сказать, что без их ведомых невозможно. У нас есть регламент. И в регламенте четко прописано, что должен вести председатель или зампредседателя комиссии по поведению публичных слушаний. А приглашенные люди, они не являются у нас обязательными членами, без которых публичные слушания не могут состояться. Какие дороги представлены в вашем плане? Какой категории? Местного значения. Какие они? Региональные? Нет, они местного значения. Кто сказал, что региональные? Получается, да. Получается так, если эти дороги бы состояли на балансе Министерства транспортно-дорог и связи Московской области, тогда бы они были так. А так как эти дороги находятся на балансе города, то эти дороги местного значения. Тогда пусть город спланирует, чтобы тут не было такого движения. Возвращаемся опять. Такие вещи у нас рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения. Подождите, нет, мы поговорим сейчас о герплани. У вас они, какая категория отмечена, эти дороги? Категория какая? Местного значения. В генеральном плане есть местного значения, есть регионального категории, они не отображаются в дороге. Есть местного значения, есть регионального, есть регионального. Есть категория, категория и дороги по ее геометрическим параметрам. Вот как у вас отображены в плане эти дороги? Повторяюсь. Они у нас отображены, как дороги местного значения. Есть категория. А категории дальше, это у нас управление транспортно-дорогой связи. Такая категория, ну, как он из дорог. Позвольте вопрос, но если эти дороги такие, так почему же их эксплуатируют? Это будут значатые. Что дальше эксплуатируют? Мы сейчас говорим о балансовой принадлежности дорог. Региональные дороги, это те дороги, которые в балансе по области. Если вы общаетесь с этими людьми, которые не приезжают сюда, почему вы от нашего имени, как представители этой власти, не донесете в нашей чайке? Почему эти дороги используются не по назначению? Почему? Почему вы не донесете? Я донесу их так. Но это что, в словах? Вы же хотите действовать? Писали, писали, пишем. Куда это все? Товарищи, минуточку внимания. Вы протокол записали. Минуточку внимания, господа. Седьмая вверх, судилась с администрацией. На суд не являлась администрацией. Или приходили и говорили, что эти документы они не получали. Все, что мы пишем, значит вы не получаете. Вы понимаете? А мы не будем это получать, потому что мы представители управления строительного фонтлянца. Сейчас мы к нам пришли, мы к нам обращаемся. Суд сдулся. Дорогие господа, выношу постановление. Ввиду того, что решать нашу проблему, это не главная боль. Я предлагаю создать комитет. Каждая дорога, каждая улица, линия. Сделать экспертизу своих дорог за свой счет. И мы носить будем на судебный процесс Москву через юристов, не купленные здесь карманы, а Москва. И будем выходить на другие уже средства. Хватит бороться с витриной и мельницей. Ничего не решается много лет. Они пришли и говорят, мы это не решаем. Другие приходят и говорят, мы это не решаем. Когда будет консенсус, чтобы решить все наши вопросы? Сколько лет мы бьемся? Мы пришли сюда, не обсуждая безопасность дорожного движения. Это тоже, но не тоже. Но все-таки, у нас 12 публичных слушаний. Сегодня, когда у вас последние 12 публичные слушания по изменениям в генеральный план, а не по безопасности дорожного движения, ваше предложение мы записали. А изменения должны приносить безопасность? Когда будет протокол заключения, все будет опубликовано, вы увидите. А зачем нам опубликаться? Нам нужно конкретные действия по нас. Еще раз повторяю, конкретные действия у нас принимаются в комиссии по безопасному дорожному движению. Почему она в безопасности дорожного движения? Потому что мы сегодня не безопасность дорожного движения обсуждаем, а изменения в генеральный план. Просите представителей власти, почему вы не пригласите эту комиссию? Повторюсь в пятый раз. Мы их приглашали, но они сегодня отсутствуют. Тогда о чем мы разговариваем с вами? Мы с вами разговариваем об изменениях в генеральной плане. Ну понимаете, если вязать шапочку с одной стороны, а вторая сторона не вяжет. Мы одно и то же с вами обсуждаем, вы меня, к сожалению, не слышите. Мы ваше предложение внесли. Давайте, пожалуйста, дальше обсуждать генеральную плану. Значит, нам нужны такие изменения на наших дорогах, чтобы это обеспечило безопасность жизни граждан. Вот такое предложение. Снижение скорости движения автомобилей. Снижение скорости, убрать транзит с улиц. Потому что у нас шоссе, если вы видите, разинское. С разинского все едут не по шоссе, а по нашим маленьким улицам. Вот надо сделать так, планировать, чтобы этого не было. Потому что это мы записали. Нет, уже планировано так, что не проехали. И еще вопрос, простите, господи, вопрос. Обращаемся к вам. Когда мы могли бы лицезреть эту комиссию, которая отвечает за дороги, и чтобы они с нами побеседовали? 7-го числа приходите, 7-го числа будет собрание, 7-го числа приходите. Где? Ну либо мы попросили здесь, 7-го числа все. У нас к вам большая просьба. Пусть они все придут. Пусть все придут. Смотрите, у нас есть управление строительного комплекса, есть управление транспортных дорог и связи. Мы, ваше предложение, записали, что касаемо вот этих всех дорожных моментов. Предложение самым большим, что мы очень хотим. Ну, жирным мы не выделяем. Вот выделите, пожалуйста. Вот это даже главный вопрос. Мы записали. Товарищи, кто закончит сделать по дорогам экспертизу, пожалуйста, телефоны дадите. Собирайте с улицы, делайте. Давайте, пожалуйста, вернемся к генеральному плаву и будем двигаться дальше. Каждая улица пусть сама делается экспертизу. Все вместе выйдем в судебный процесс маршрует. Все понятно. Спасибо, спасибо. Значит, я просто хочу сказать, что вот видите, как дороги и запланированные генеральным планом, вот они связаны. Это пример строительства докатлона. Вот отсюда все и пошло, и записало. То есть невозможно обсуждать генеральный план, не учитывая дорожный транспорт. Вот пример тому очень яркий. Вот этот докатлон, вот эта пробочка, через которую транспорт не поедет, несмотря на эстакаду, несмотря на районское шоссе. Мы записали. Я просто... Нет, я понимаю. Я просто вам говорю к примеру, почему должно быть вместе. Вместе. Вот от этого все выливается такое. Давайте дальше, пожалуйста, к генеральному плану. Скажите, пожалуйста, вопрос. Почему не внесено? Скажите, пожалуйста, что в саду года генеральный план? Ну, у нас генеральный план сейчас его рассматривается до 2039 года. А вот тут есть ответ от господина Лукичева. А кто исполнительный? Скажите, пожалуйста. Исполнительный. Я тут не видел. А покажите. Ага. Последняя общая вещь. Интересно. Одновременно мы сообщаем, что в генеральный план развития господина Палашихова внесены предложения развития уличной дорожной сети до 2039 года, а не фактическое состояние. А почему фактическое состояние не внесено? Сейчас перспективизация прошла дорого. Потому что генеральный план – это перспектива. Ты что, расширение? А может, даже от чего-то отталкиваться? Перспективу вам показали. Вы против. Мы включили протокол, что вы против. Вы исключили. Задайте вопрос. Хорошо. Надо от чего-то отталкиваться от того, что есть, а не придумывать что-то. Люди подавали предложение, что поставить генеральный план и фактический параметр дорог. А здесь дан ответ, что генеральный план... Нет, в заявлении было написано, что вы все отобразили неправильно, отобразите как есть. Поэтому было приписано, что отобразили будущее развития. Так то есть планируется расширение? Как в наших улицах узких не строится? Как не собирается расширить, если не планируется реконструкция? Как вы планируете расширить? Вы думаете, вы только что-то не пишите. Схема транспорта. Вы на ней увидите много вещей, которых фактически нет. Это отображается развитие города. Планируемые будущие дороги. А как вы планируете будущее, если настоящее, не знаете? А планируют будут уже дальше проектировщики, а мы предусматриваем это генеральный план. То есть вы планируете расширение уличнодорожной сети, да? Вы против? Мы против предложения записали. А мы записали предложение. Мы уже решили без нас. Нашла? Мы не сомневаемся сейчас. Да, представьтесь, пожалуйста. Михаил, седьмая верхняя линия. Не слышно. Можно, пожалуйста, потише? Фамилия. Михаил, седьмая верхняя линия. Фамилия, Михаил. Цирк Лапов, первая цирк, вторая линия. Вы говорите, что на генеральном плане отображено планируемое развитие. Но в то же время в доме, по-моему, один обоснование внесения изменений содержится перечень улиц местного значения и автомобильных дорог местного значения. Как существующее положение. И там все наши объекты, все улицы отображены как улицы местного значения 2-4 полосы движения. Именно как существующего. Это не планируемое развитие. В информационных целях, естественно, все существующие дороги, они отображены. Но они не отображены, сколько, в каких параметрах. Это невозможно технически на схему нанести. Я же говорю про схему, про развитие. Подождите, 2-4 полосы, откуда взялось там тогда отображение вот этого? Это раз, а во-вторых у вас... Про что вы сейчас говорите? Можно еще я задумываю? В генеральном плане есть четкое разделение объектов улицы местного значения в живой застройке. По-моему, в общественной деловой застройке. То есть вот это вот разделение есть, но нету проезда поставных второстепенных. Это отдельный пункт, который... Смотрите, предложение добавит проезда. Да. И, соответственно, классифицировать всю уличную дорожную сеть в микрорайоне Никольско-Архангельска. Соответственно, вот с этим добавлением с проездами с фактическим параметром. Да, вот запишите предложение, классифицируйте. Записали, а у нас были такие уже предложения, записали от вас. А не с тем, что вы там напридумывали. Вы записали ваше предложение? Есть. Я не знаю, он утвержден официально или как-то передавался некий перечень автомобильных дорог и улиц местного значения. Он утвержденный есть вообще? В управлении транспорта дорог есть и утвержденный. Я знаю, в этом году была инвентаризация. Они ряд, массу дорог приняли как бесхозных. Это вот нужно уточнить в Комитете по управлению имуществом и управлению транспорта дорог следует. А можно ли тогда включить предложение, что по итогам добавления, например, проезда, исключить вот из этого перечня улиц местного значения проезды? Включили и все половины людей по сутоковке ответы пришли. Да, у нас много таких предложений было. Мы сейчас зафиксировали это от вас, а вообще у нас таких много предложений поступало. Все зафиксировали. Спасибо. И последний вопрос от меня лично. Скажите, а вы вообще любить-то нас любите? Когда-нибудь, да? А в чем наша нелюбовь выражается? Ну, это как поселки, которые прикнули, нарушив все нормативы в городу. Но мы все-таки поселки. Ну, почему вы нас не как-то... Представляете, с зеленой зоной, с Попом и Попом исторической. Раз вы лично обращаетесь ко мне, вот лично те полномочия, которые у меня есть, я готов вам в рамках своих полномочий посодействовать вообще как угодно. Готово. А с дорогами, к сожалению, у нас есть управление транспортом, дорогой связи, здесь я вам не помогу. Но в кондусе вы же здесь обсуждаете, строите свои дороги. Нет, вопрос о безопасности дорожного движения не ставим не обсуждать. Но вы не счастливы, помогите нам. Давайте дальше для нас. Можно спросить, вот по поводу, это же 6-6-9, это там у нас автомойка, какой-то институт был, а сейчас какие-то люди, которые там будут выходные застроены. Правда ли? Нет, неправда. Это такие бизнес-центры? Бизнес-центры, да. Нет, неправда. Они, я, кстати, вам скажу совсем наоборот, буквально месяц назад у них, они еще лет 8-9 назад, у них были такие бизнес-центры, чтобы, да, построить какие-то там среднеэтажные застройки. Она у них не выплатилась, но она ее не выплатится, потому что в таком же районе это невозможно. У них остался вид разрешенного использования под жилищное строительство. И сейчас они понимают, что это неправильно, и они как раз меняли зону. Надо вас им поменять? Ну, там в процессе. Мы провели публичное слушание, отправили. Там у них, знаете, еще в чем проблема? У них полздания, вот это вот разница, скажешь, с этим красными зонами, там расширение дорожной сети, оно накрывает там. Но они как раз устраняют. И они это делают, они наоборот заканивают вид разрешенного использования в соответствии со своим бизнес-центром под общественную деловую зону. И никакого там у нас не предполагается, ни в ПЗЗ, которое у нас проходило два месяца назад, ни в генеральном плане. Нет, 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 нет. Эта зона Ж1 идет там даже близко. Нет, 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 там в зоне Ж1, в жилые дома. Я вообще считаю, что на УССР, я считаю... Есть еще какие-то? Генеральному плану? Что с нашими? Давайте. Могли бы Вы написать, что мы и считаем о том, что наш микрорайон был зеленым, где детки могли бы лезть на руссбеды, спокойно ходить между своих домов. Пожалуйста, делайте нам так, чтобы это было лицо... Чижевский хотел вообще сделать, получил. Вы записали, что от зеленей выстреляли в райтанцев. Правильно? Да, я читал в районе пешеходов. Я же сказал, озеленение без транзита. То есть все пустые были. Безопасное движение. Безопасное движение пешеходов. Да, подскажите, где вот часть предусмотрена у нас по улицам движение пешеходов? Еще мы говорим, ну, вот лучшее, Орден и Бьян, не знаю, вовсе, да. Вот он же сказал, у вас отдельно по улице на дороге сети, тогда 7-го числа будет с дороги. Это будет, будет. Мы сейчас, сегодня мы здесь с вами, правильно? Сейчас, повторяю. Вот я сейчас вам здесь задаю вопрос. Где у нас? Отражать дороги местного значения. Ни тротуары, ни детские площадки, ни деревья, ни знаки в генеральном плане не отображаются. Если у вас предложение внести, чтобы отображались тротуары на генеральном плане, давайте как предложение внесем. Нет, я просто спросил, вот как это, к вам они отображаются. Вот такие маленькие вещи, они не отображаются. Это укрепленные вещи. Детские спортивные площадки отображаются. Детские спортивные площадки отображаются у вас. Ну, и в частном секторе. И в частном секторе. Причем, между первой и этой граничной, где там вообще непонятно. Вот это один из вопросов. Куда они просто в слепую спьяму тыкнули, вот здесь. Там частный сектор, откуда они его взяли, непонятно. Вот надо в следующий раз, когда будет генплан, надо пригласить этих подрядчиков, кто это разрабатывает. Посмотреть им. Да и дорожников, в первую очередь. Вообще, хотелось узнать про инфраструктуру микро-микольско-архангельска. И также хотелось... Да, выходи, да. Да, почты, поликлиники. Один и те же вопросы. Здравствуйте, Светлана Маракович. Да, я подошла вовремя. Вот очень хотелось бы уточнить по инфраструктуре. Очень устала писать по поводу парков, дальше там поликлиник, почты. И очень хотелось бы понимать, вот, допустим, это здание, да, оно уже там у нас. Во что оно превратится? Куда денется эта земля? Какой? Поликлиник? Вот, вот, даже непосредственно вот это в данный момент работает, да? Что с ним будет к 35-му году? Это, я так понимаю, еще много лет пройдет. А смотрите, для нас самое главное, чтобы эта зона была не промышленной, да? А чтобы эта зона была общественно-деловой в нашем генеральном плане. Отлично. А когда подойдет срок... Ну, давайте я договорю. Когда подойдет срок службы до этого здания, то, соответственно, когда проектировщики начнут строить, то они посмотрят, в этой зоне можно строить? Можно. Возьмут, построят новый ДК. И жители что-то другое захотят об этом. У нас сейчас все обсуждается жизнью. строить. Ой, ну, вы же ладно. Не знаю, я не знаю. Подождите. Генеральный план — это что? Тогда по вашему... Развитие города. Развитие города. Территория. Развивайте территорию микрорайона Никольско-Архангельский. Видите инфраструктуру. Какие у вас планы? Да? Микрорайон Никольско-Архангельский. У вас существующая застройка, у вас все застроено. Если бы вы сейчас брали фоне и разрабатывали на нее проект манерровки территории, то мы бы уже не как у вас везде частный сектор, а мы бы понимали, что с краю нужно предусмотреть сады, школы, поликлиники и другие социальные объекты. А у вас существующая застройка, исторически сложившаяся. У вас свободных участков нет. Есть. А вы вообще верните на вас. Свободных участков — это не участки, которые не обременены с чьими-то правами. Вот что называют свободными участками. Возвращаясь к той теме, что когда-нибудь он не используется... Про пятую линию мы записали уже. Изъясили на участки. Так что поликлиника у нас была? У вас нет свободных участков. Хорошо, почта. Поликлиника. Про почту уже было предложение, чтобы рассмотреть там возможность размещения пожарного депо. Поликлиника. На седьмой линике. Да. Она была у нас. Она же здесь осталась. Стоит дочь. А сейчас там кто-то с кем-то. Там ничего. Нет, у нас точечка. Мы можем во всех... Там поликлиника. Вы все знаете? Да. Это же там детский сад вместо дубовой рощи. Нет, пускай там посмотрят поликлиника. Давайте нам ответить. В поликлинику. Что там будет? Да я даже сейчас не могу представить, до какого смерти. Смотрите. Вот видите, мой маленький человек пришел. Вот администрация — это все следствие того, что у нас соединили с городом. И им на нас наплевать. Человек даже не знает, где у нас поликлиника была. Вот я, например, захватила... Я зато знаю, где почту у вас. Вот мы с вами. Отлично. Правда, что она так выглядит, что ее гриб не знает. Вот. Поэтому очень хотелось бы понимать. Вот мы живем в этом микрорайоне. Да, я здесь родилась, выросла, в школу в 19-е уходила, в которой, естественно, уже там, родали под кадежи. Сейчас хочется понимать, что достанется, ну, непосредственно жителям, нашим детям, правнукам. Я понимаю, что я далеко зашла. Но вы сказали о 1935-м годе, да, и я 100% обещаю, да, до него доживу и посмотрю. Меня не устраивает, вот вы назвали Гернфлан перспективой. А я не хочу, чтобы это была перспектива, потому что в перспективе я миллиардер, а фактически нет, да. Вот по факту, что у нас сейчас в поселке, что вы планируете непосредственно сделать, кроме того, что сделать из нашего Никольского, транзит и по 6 полос каждого. Глобально у нас здесь ничего не планируется. Зоны никакие у нас не меняются. А мы пришли, мы обсуждаем здесь сказали, что ничего не будет. А генеральный план у нас все-таки всего города. Понимаете? А пришли вы к вам, естественно. Вы на заблуждение. Но вы часть городского округа Малашинка. Вы часть городского округа Малашинка. Мы даже часть города. Мы микроволюционные. Но у нас ничего нет, даже минимальный. И это образ уже последний. А какое предложение? Не слава богу. Как вы собланируете объекты социальные, поликлинику. Скажите, поликлинику. Скажите, поликлинику. Близь инику. Да, скажите, к примеру. Не подсказывайте экзамен. Не подсказывайте экзамен. Не скажу сейчас. Вы знаете, сколько было в 2014 году? 5,5 тысяч человек только зарегистрированных, это не проживающих. То есть я имею проект детей, да? И я как бы не зарегистрирована здесь, а имею собственность. Вот мне хочется сказать, то есть это мы проживаем постоянно, и нас уже пятеро, 5,5 тысячи можно добавить, да? То есть, а здесь нет инфраструктуры. Очень хочется понимать, что вы лишили... Вы записали ваше предложение? Бабушек и дедушек, всего. Мне не нужно предложение, мне нужны действия. А мы сюда пришли получить от вас предложение. Предложение? Ну да, вы захотите, чтобы мы с вашим генпланом согласились, а мы с ним не будем соглашаться. А вы для этого и пришли, чтобы вы не согласились или согласились. И дали свои предложения и замечания, но конкретные. Ну то есть вы конкретные? Вы перечислили, но записали. В экране Никольской Ахатской прописано просто гражданам. Ну это нужно спросить в паспортном столе, кто у нас этим занимается. Потому что мы пришли обсуждать генеральный класс. Потому что есть новости в городе, вот если есть определенное количество зарегистрированных граждан, у них должен быть век и встат, у них должно быть отделение. Не надо меня переспекать, я вам сейчас рассказываю. Но вы задали вопрос, я вам отвечаю. Так вы не ответили на вопрос, вы сказали конкретно, что вы не знаете. Мой вопрос был короткий, сколько зарегистрированных? Вы сказали, вы не знаете. Ну конечно не знали. Соответственно с градостроительным кодексом, как сообщила девушка, вы должны как минимум посмотреть нормы и знать о том, что на какой-то человек должен быть естественно медучреждение, естественно должна быть почта, естественно с пропожаркой, я вообще молчу, то есть это неотъемлемая часть, должны быть детский сад и должна быть школа. То есть вы сейчас расскажите об этой перспективе. Мы как у вас, в 30-30 годах, в 30-30 годах, в 30-30 годах. Да, в 30-30 годах. Кинотеатр. Кинотеатр. Сейчас, 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 подождите. Это как, короткие, нет, ворот, где не могут гулять. Мы, кстати, это, как, короткие. Детские площадки, опять же, спортивные. Мы, теперь, они не могут, машины включаются. Ну, давайте дальше к предложению. Пожалуйста. Мы так все видим. Не, считайте, слушай, не состоящее. Дайте, пожалуйста, друг друга, дайте, пожалуйста, высказать жителям. Никольская людина, давно уже из Салтыковка в город. Почему до сих пор у нас нет канализации городской и водоработки? Входит ли это в вашу компетенцию? Если нет, почему не выносит с этим предложение? Смотрите, как предложение записали, но отдельно не представлена схема с инженерными коммуникациями, потому что она является секретной. Поэтому ее здесь нет. Как ваше предложение записали? Мы это предложение уже вносим. С динографистами. Ну, мы сейчас... И уличные туалеты тоже секретные объекты. Сделайте нам городские условия, уже не говоря... Ну, вы что-то давайте пойти сейчас копать. Что делать? Я же... Вы дали предложение, мы его записали. В протоколе водят. А у вас там нет генерального коммуникации, да? Нет, это секретная часть. В таком году планируется тоже секретная? Все секретная. Я не видел даже эту часть. А чем регламентируется эта секретность? Нет, а прошлого... Слушайте, ну, напишите обращение, я ответил вам. Документами, конечно, нормативными. Нет. Она у нас секретная часть, чтобы вы знали. Схема коммуникации не очень ограничена. А с руки это не секретная часть. Вот схема коммуникации не секретная. До 1939 года. Мы говорим же в целом. Вот так и скажем, что 1939 года? В прошлый раз был за 35. У вас будет... А вообще вопрос... А, смотрите, мы сейчас можем одно и то же долго обсуждать. Давайте все-таки более конкретно, потому что у нас регламентный срок вышел. Есть у кого-то конкретное предложение? Есть у кого-то предложение. Мы не утверждаем ваш план, пока вы выполните все наши требования по нашим микрорайонам. Вот и все. Как ни поиск, так и с педыковка. Я не утверждаю, я не утверждаю. Такие компулярные. А вы не должны его утверждать. Утверждает у нас совет депутатов городского округа Боложира, которых вы в свое время, соответственно, выбирали и не выбирали. Не выбирали. Назначены все люди. Назначенцы. Утверждают они у нас. А кто депутат у нас, вот спросили. А я думаю, он не один. Обычный микрорайонный партнер. А где хоть один депутат? Вот он будет. Вот и с вами. Совет депутатов, наверное. А почему он не слышит нашей... Вот нигде сейчас. Смотрите, закрываем публичное слушание. И говорим по душам. Но потому, что он не слышит, я не знаю, он мне не отчитывается, да? Так он и нам не отчитывается. Почему? Он должен как-то с вами общаться. С вами встречи, проводясь с кубер-кодом.